Помощь в организации культурно-массовых мероприятий и увековечивание памяти с этими вопросами главе Химы к Дмитрию Волошину обратились горожане. Так представители мусульманской общины посетовали, что в городе сосредоточена крупная религиозная община, которую не вмещает ни одно здание. Негде проводить совместные просветительские лекции и семинары. Глава города поручил взять на контроль этот вопрос. Хорошо, давайте подбирайте пока площадь. Там и тогда дальше. В ходу, когда вы подберете, мы еще раз встретимся. Вот тогда подготовьте, из чего будет состоять. Эта культура в государственном центре, что будет точно будет сходить, и мы уже дальше в этой части будем двигаться. А вот работники культуры обеспокоены памятным наследием. У главы города они попросили разрешение на установку бюста генерала Анатолия Дьяконова. Помощь нужна в вековечении памяти Дьяконова. Дьяконов для нас гордость. Анатолий Дьяконов, герой Советского Союза, в конце 1941 года сформировал бригады из младших курсов военных училищ. Молодые солдаты стояли в Старбеевском лесу и защищали подступы к Москве. После войны, он уже был генерал-лейтенантом и так далее, ему предложили на выбор любое место Подмосковья. И он не задумываясь сказал, в Химке Старбеева, где стояли мои мальчишки. И после этого, значит, он у нас в Химках прожил почти 20 лет. Лишь вот 8 августа 1972 года, когда перестало биться сердце этого отважного генерала, из Хим и из Старбеева он был захоронен на Веденском кладбище со всеми почестными генералами. Глава города поручил профильной комиссии рассмотреть все собранные документы на установку бюста. После приема жителей Дмитрий Волошин встретился с особенным гостем – почетным гражданином города Виктором Семеновым. Ровесник Химок, ему исполнилось 80 лет. Здоровья вас с днем рождения, дай бог вам крепкого здоровья, семейного тепла. Виктор Семенов – ветеран ракетно-строительной отрасли. Более полувека он проработал в НПО «Энергомаш» и внес неоценимый вклад в создание уникальных жидкостных ракетных двигателей. Сегодня лауреат Государственной премии Советского Союза и России продолжает трудиться старшим научным сотрудником в исследовательском центре Келдыша. Читает лекции, работает в комиссиях нескольких предприятий. Вот эти три гиганта, существующие в Химках – это НПО «Энергомаш», я сам там проработал 53 года, МКБ «Факел» и НПО «Лавочкино». Это три гиганта, которые обеспечивают безопасность всей стране нашей великой России. Напомним, встреча с Дмитрием Волошиным проходит несколько раз в месяц. Обратиться со своими проблемами может каждый. Узнать следующий день приема и записаться можно на сайте администрации или по телефону. Субтитры создавал DimaTorzok